Мы были и октябрята, и пионеры, и комозьбы, так что это наша старая закалка. А теперь они волонтеры. Несмотря на возраст и личные дела, каждую неделю берут садовые инструменты, работают не покладая рук. Говорят, все дело в старой закалке. Трудиться на общественных началах – это уже стиль жизни. Сегодня по плану расчистка тропинах и дорожек от сорной травы. Надежда Пантелеева в ряды волонтеров вступила полгода назад. Воздушных замков для себя не строила. Знала быть олимпийским волонтером не только участвовать в спортивных мероприятиях. Просто хотелось помочь городу и сохранить его уникальную природу. С огромным желанием пришла вообще волонтерство. Просто душа тянет. Работа только в радости. Тяжелая все, но физическая, конечно. Но нас никто не погоняет, как говорится. Все здесь нас встречают очень приветливо. Нам уже и растения подарили на память. Рабочие руки в саду Дерево Дружбы нужны всегда. Персонал парка с плантациями площадью почти в 2 гектара справится не в силах. В саду за растениями, тропинками и дорожками ухаживают всего несколько человек. Да и те совмещают эту работу с научной деятельностью. Поэтому помощь волонтеров пришлась как нельзя, кстати. У нас раньше были студенты, потом у нас приходили дети. Но это совершенно не та помощь, которая у девочек ответственная. Абсолютно. Я говорю, у нас приходит человек, еще нас нет на работе, становится на участок и работает. Я их благодарю, уходя. Они говорят мне спасибо за то, что они пришли к нам в сад. Вот такие у нас помощники. В сад Музей Дерево Дружбы волонтеры серебряного возраста приходят каждую среду. Но и остальные дни недели они не сидят без дела. В списке зеленых уголков курорта, над которыми добровольцы взяли шефство, фитофантазия, дача Барсовой, парк Дендрарий и Вишневая аллея.